Дмитрий Кузнецов Следствием и судом установлено, что подсудимый получил от генерального директора коммерческой организации через посредника, действующих в интересах коммерческой организации, осуществляющей ремонтные работы в одном из административных зданий города Твери, взятку в сумме свыше 2 миллионов рублей за входящие в его служебные полномочия действия в пользу взяткодателя и представляемой им организации по беспрепятственному подписанию по государственному контракту актов о приемке выполнения. Выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также утверждение оплаты по счетам. Необходимо отметить, что преступление было выявлено сотрудниками ОФСБ России по Тверской области. Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Назначив Кузнецову в качестве наказания 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 11 миллионов 250 тысяч рублей, приговор в законную силу не вступил. Сотрудники Тверского линейного отдела МВД России на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий на перегоне станции Ржевского района Тверской области выявили и зафиксировали факт сброса с движущегося локомотива емкости, предположительно с дизельным топливом. С места происшествия изъято 18 30-литровых канистр с соляркой. Транспортными полицейскими был установлен подозреваемый в хищении имущества железнодорожной компании. Им оказался помощник машиниста тепловоза, 33-летний местный житель. Злоумышленник решил поправить свое материальное положение и, имея доступ к топливной системе локомотива, при помощи специального оборудования слил горючее в заранее приготовленную тару. По пути исследования состава мужчина сбросил канистры с дизельным топливом на участок местности, расположенный вдоль полотна, куда потом собирался вернуться на автомобиле. Однако по прибытии тепловоза в пункт назначения железнодорожник был задержан сотрудниками транспортной полиции. Всего мужчина слил 526 килограммов дизельного топлива, причинив ущерб железнодорожной компании на сумму 23 тысячи рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова